Буквально недавно И вот мы пришли туда, очень интересная какая-то тенденция сейчас в народе Божьем, не только уже появились воскресные христиане, но уже появились христиане, которые появляются в церкви по большим праздникам, и вот я оказался в такой ячейке, где 70% в церкви не бывает, только 30 из них бывает в церкви, и то не всегда. И вот мы общались с хорошими людьми, жаждущие, желающие служить Богу, ну так, как они понимают. И когда мы разговаривали, один из них поделился интересным переживанием, который был в его жизни. Он говорит, когда я покаялся, пришел в церковь, мне понравилось, но одно я не мог понять или сделать, когда все поклонялись Богу, поднимали руки. И вот прошло время, он говорит, я трудился там в своем гараже. В общем-то, я немало времени там проводил. У меня даже была кровать, где я, потрудившись, ложился отдохнуть. И вот очередной раз, отдыхая, лежу, размышляю, думаю, Господь, ну хоть бы раз в жизни Ты протянул бы ко мне руки. И вдруг, говорит, слышу голос, а Ты хоть раз в жизни свои руки протянул ко мне? Он говорит, я аж соскочил. Думаю, я аж вроде один здесь. После этого, говорит, пришел на собрание, и первое, что я сделал, я поднял руки. Друзья мои, Бог здесь, и Он хочет, чтобы ты стремился на эту встречу, чтобы ты жаждал переживания с Ним. Вы со мной сегодня? Нам кажется, Бог где-то там, Он о нас не думает. Нет, друзья мои, Он, как любящий отец, ждет этой встречи со своими сыновьями и дочерями. И только стоило младшему сыну прийти в себя и пойти домой, отец побежал навстречу. Друзья мои, я верю, приходя в церковь, мы делаем очень важное дело для своей жизни. Я, конечно, приветствую всех, кто видит трансляцию. У вас идет, да, прямая трансляция. Всех там у экранов мы благословляем. Но я говорю, лучшее место быть в Доме Божьем. Аминь. Кого-то, наверное, мороз испугал. Кого-то еще что-то. Но нас ничто не испугало. Мы в Доме Божьем, и мы прославляем Господа. Воздай Ему большую-большую славу. Он этого достоин. Аминь. И я хочу поделиться сегодня словом. Я верю, что Господь его положил. У меня было несколько тем, ну, по крайней мере, две темы, которые я хотел взять. И я молился, говорю, Господь. И вот это слово Бог положил в сердце. Мы все мудрые, повзрослевшие, я надеюсь, не только физически, но и духовно. Мы должны взрослеть год от года, день от дня. Мы должны меняться. Меняться должно наше мышление, а значит и наша жизнь. Потому что образ нашего мышления, он будет порождать образ нашей жизни. И мы, как мудрые люди, подходя к завершению года, согласитесь, уже вот не так много осталось. Декабрь пришел, ну, как говорят, наступил ноябрь, жди декабрь. Ну, вот он где-то уже пришел. И мы уже буквально входим в это время, когда нам нужно осмыслить пройденный путь. Ну, не зря же Господь говорил своему народу, помни весь путь. Друзья, я понимаю, нам не надо погружаться в прошлое, но нам нужно уметь анализировать пройденный путь. Успехи и поражения, достижения и потери. Что-то мы смогли сделать, что-то у нас не получилось. И если мы мудрые люди, мы будем делать выводы, принимать решения и двигаться дальше. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы немного поразмышляли о том, что Господь делал и совершал в нашей жизни за этот год. Но больше мне хотелось, чтобы мы как-то научились доверять Богу больше. Согласитесь, Бог, Он мудрый Отец. Он всегда нас держит где-то вот на коротком поводке. Вроде бы раз приходит, но Бог делает так, чтобы мы переживали зависимость от Него. В общем-то, это с Эдемского сада. Когда Бог сотворил человека, он был совершен, но он зависел от Бога. Поэтому никогда эту зависимость не разрушай. Потому что без Него нам удачи не видать в этой жизни. И я понимаю, я уже буквально вот в следующем году отмечаю сорокалетие своего осознанного посвящения Господу. И я понимаю, за весь этот пройденный путь, прожитую жизнь, я понимаю, не все было понятно с Господом. Но самое главное нужно понимать, без Него нам вообще не жить, а только существовать. И вот в жизни учеников были тоже непростые времена. Давайте мы откроем сейчас место Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава. Я думаю, что там будет, да? Но я буду читать чуть другой перевод. Поэтому следи за тем, что есть у тебя. Здесь мне нравится более так красочно сказано. 53 стихи ниже. Иисус сказал им, говорю вам истину. Друзья, когда Бог так заявляет, давайте поймем, что правда может быть у каждого своя, но истина одна. И она у Него. Если вы не будете есть тело Сына Человеческого и не будете пить Его крови, то у вас не будет жизни. Знаете, для нас может это уже звучит, но более понятно. Мы же все-таки уже историю знаем. Мы же все-таки уже понимаем смысл сказанного. Но в то время, когда Иисус заявил эти слова, в умах учеников было серьезно замешательство. Представьте, учитель встает и говорит, Если вы будете меня кушать, мою плоть и пить мою кровь, вы будете жить. Если вы не будете это делать, у вас будет проблема. И он видит, что ученики с трудом осмысливают сказанное. И он продолжает, каждый, кто ест тело мое и пьет кровь мою, имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Потому что тело мое – это истинная пища. И кровь моя – истинное питье. Иисус просто не останавливается. Он понял, что ученики уже в ступор вошли. Для них это сложно. Но он хочет истину донести. Тот, кто ест тело мое и пьет кровь мою, тот находится во мне. И я в нем, как живой Отец послал меня. И как я живу благодаря Отцу, так и тот, кто питается мной, будет жить благодаря мне. Хлеб этот пришел с небес. И он не таков, как тот, который ели ваши отцы, которые умерли. Но тот, кто питается этим хлебом, будет жить вечно. Иисус сказал это, когда учил в синагоге в Капернауме. Иисус сказал абсолютную истину. Но в умах учеников и всех слушающих, потому что там были не только двенадцать, там были и семьдесят, там было еще много, кто ходил посмотреть на чудо или покушать хлеба. И вдруг Иисус говорит, вы не понимаете. Настоящей истине. И многие из учеников, услышав это, говорили, это какое-то непонятное учение. И кто только может его слушать. Иисус понял, что его ученики остались недовольны его словами. И сказал им, вас это задевает? Друзья, я в своей жизни пережил вот это состояние, когда ты проповедуешь истину. Она задевает. И некоторых так задевает, что они не выдерживают. И вот Иисус сказал ученикам истину. Кушайте меня, пейте мою кровь. И тогда я в вас, вы во мне, и, короче, мы едины. И мы идем в вечность. Вы знаете, когда человек тебя не понимает, у него на лице написано. Вы замечали? По глазам можно видеть, понял он тебя или не понял. И вот Иисус говорит, вы чем-то недовольны, вас это задевает. А что, если вы увидите Сына Человеческого, поднимающимся туда, где Он был раньше? Дух дает жизнь. Сам человек не в силах это сделать. Слово, которое я вам говорю, есть этот Дух и жизнь. Но некоторые из вас не верят. Он продолжал. Поэтому я говорю вам, что никто не сможет прийти ко мне, если ему это не будет дано отцом. И 66 стих. Тогда ученики, многие ученики, или тогда многие из его учеников оставили его и больше не ходили с ним. Иисус обращается к двенадцати и говорит, не хотите ли вы оставить? Симон Петр ответил, Господи, я тоже ничего не понял. Все, что ты наговорил, это сверх нашего разумения. Но кому нам еще идти? У тебя слова вечной жизни или в Синедалем глаголы вечной жизни. Мы верим и знаем, что ты святой Божий. Иисус, когда увидел, что его не понимают, он не стал извиняться. И говорит, ой, извините, я что-то не то сказал. Ой, я как-то выразился слишком умно, слишком глубоко, слишком по-небесному. Давайте, куда пошли, куда? Садись, садись. Сейчас объясню попроще. Нет. Вы знаете, в Царстве Божьем, в Церкви Божьей добровольность. Там нет вопроса обязан, должен и сиди. Вопрос в Церкви простой. Все строится на любви. И посвящение. Даже если ты что-то не понимаешь. А это нормально. Я хочу вас спросить. Когда ты пришел к Богу, ты все понял? Да мы поняли главное, что нам все простили. Боже, это очень понимать, ничего не надо было. Что нужно ребенку, который набедокурил, натворил, люстру разбил, лучшую там папину что-то разбомбил, мамина разбомбил. Что ему надо? Чтобы ему сказали, прощаются тебе грехи. Иди впредь. Не делай это. Ему это достаточно. Но когда мы начали углубляться, мы понимаем, какая бездна, какая глубина, широта, долгота, какой океан. И как это можно понять, Божья любовь? Ее понять сложно, в нее нужно нырнуть. Ее со стороны уразуметь сложно. Но когда ты в ней погружен и растворяешься, тогда больше понимаешь. Вот почему нужно быть в церкви. Вот почему нужно быть на служении, слушать Слово, молиться, пребывать в Его присутствии, потому что это нас меняет. Кто-то за мной согласен? Это нас меняет. Если бы мы пришли к Богу и все бы поняли, то это очень выглядело бы странно. Прочитал Библию и все понял. Мне многие говорят, я чем больше читаю, тем больше не понимаю. Это что такое? Нормально. Это называется процесс пошел. Мы все поймем, когда туда придем. А здесь отчасти понимаем, отчасти разумеем, отчасти пророчествуем, а все откроется тогда, когда туда придем. Вот это и говорит о том, что Он Бог. Там бесконечное познание. Поэтому пусть в вашей жизни не настает такой момент, когда тебе что-то непонятно даже в церкви, и ты разворачиваешься и уходишь. таких людей немало. Я не понял моего лидера. Я не понял моего пастора. Я не понял его проповедь. Я не понял вот это. Я пошел. Что мне нравится в Иисусе? Он не упал в ноги, уходящем с 70. И сказал, ребята, вы не так меня поняли. Вы куда уходите? У меня же 12 останется. Я совсем буду с маленькой церковью. Ну-ка быстро вернитесь. Я вам объясню все. Нет, они пошли, он им сказал. Знаете, нам пасторам сложно это понять. И обращается потом к 12. Говорит, а вы что здесь сидите? Вы что, все поняли, что ли? Петр говорит, ну, Петр всегда выручал. Иногда попадал, иногда мимо, но он все-таки не молчал. Он говорит, Господь, куда нам идти? Друзья, вот пусть этот ответ и этот вопрос, как хочешь, всегда звучит в твоем разуме. А куда мне идти? От Господа. Куда мне идти из церкви? Куда? Я в церкви еле-еле выживаю. От собрания до собрания. Доползти. И как реанимация. Мне раз укол, раз этот намордник. Дыши. Привели в чувство. Пошел домой. Халлелуя. Все хорошо. А за порогом опять одно, другое, третье. И он опять еще друзья его под руки тащат. Говорит, пойдем в церковь. А если без церкви и без Бога, друзья, тогда нам вообще хана. А как говорят, хана не лечится. Поэтому берегись этого. Аминь. я понимаю, в церкви нет вот этого вот приказа, здесь принцип добровольности. Но пусть сегодня нас держит с Господом не какие-то условия, о любовь. Знаете, я встречал людей, которые говорят, да в конце концов, я хочу пожить. У меня же есть право пожить для себя. Я всегда смотрю на этих людей и думаю, ты даже не представляешь, в каком направлении ты отправляешься. этот путь называется в никуда. Знаете, сколько людей, которые пытались пожить для себя. Они достигали и славы, и богатства, и еще многих вещей, и были разочарованы. Друзья мои, жить для себя это жить для Бога. И жить для Бога это жить для себя. Потому что Бог все, что сделал, Он сделал это не для себя, Он сделал это для тебя. И сегодня ты должен осознать, что моя жизнь это не мое личное, моя жизнь это подарок Бога. И что я скажу больше? Твоя жизнь на земле это всего лишь фрагмент. вечности. И от того, как мы мудро и правильно распоряжаемся жизнью на земле, зависит наше будущее. Друзья мои, давайте приготовимся к вечности. Сейчас, сегодня и здесь. Аминь. Кто из вас хочет с Иисусом вечность провести? ну, я думаю, таких нету, кто говорит, зачем мне Иисус, зачем вечность? Мы понимаем, что жизнь со второй датой не заканчивается. Я однажды получил такое потрясающее откровение, которое всех скептиков ставит как-то, знаете, в угол и на колени. я однажды проводил похоронную процессию, мне пришлось провожать в последний путь одну сестру, которая ушла в вечность, и там, не сестру, одного брата, который перед смертью успел покаяться, но его семья, они все верующие, и он был большим чиновником, и там собралось много людей, которые что-то в этом мире значат, и мне нужно было говорить речь. Я молился, и Бог мне дал простое слово. Бог говорит, скажи им, в человеческом понимании есть две даты, есть дата рождения, у всех у вас она есть, никто не появился другим образом, нет, и есть вторая дата, это дата смерти, пойди на кладбище, там везде две, в жизни вообще не так много людей было, у которых второй даты не было, ну, я знаю двоих, аминь, ну, Иисус, ну, согласитесь, там, там, спорно все, потому что дата смерти была, поэтому однажды, конечно, кто-то изменится, и этой даты не будет, но я сказал следующее, дата рождения, это же не начало жизни, жизнь-то началась за девять месяцев до этой даты, кто-то говорит, а, это не жизнь, это не человек, это эмбрион, это вот там сгусток какой-то, это вообще аборт можно делать, нет, друзья мои, с момента зачатия заложено все, потенциально, что будет потом, поэтому жизнь была уже до того, как ты родился, я скажу больше, ты прежде, чем родился, уже стал победителем, потому что там, знаете, сколько рвалось, и ты победил, ты по жизни победитель, все, ты еще не рожденный, а уже победил, побеждать и побеждать, и я дальше говорю, и есть вторая дата, дата смерти, и нам кажется, с этим все заканчивается, я говорю, нет, дорогие, как до этой даты рождения жизнь была, так же и после этой даты жизнь продолжается, только мы вот между этих двух дат определяем свою вечность, где мы ее будем проводить, поэтому вопрос служения Богу, посвящения, это вопрос добровольности, у меня нет права прожить жизнь, как я хочу, у меня есть огромное желание исполнить волю Божью на этой земле, и это и есть настоящая жизнь, вы со мной, когда ты делаешь то, что хочет Творец и Создатель, я иногда не понимаю тех людей, тех детей, которые родившись в христианской семье задают вопрос, мне не очень повезло, я родился сразу в христианской семье, и меня сразу вот в церковь, 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 ничего другого, друзья, я родился в христианской семье, и я самый счастливый человек, что я не пошел в это болото и не зачерпнул оттуда проклятия, я говорю всем, кто родился в христианской семье, вы счастливые люди, потому что вы получили благословение от рождения, вы со мной, и это великая привилегия служить Богу от чрева матери, ты думаешь там что-то есть, кроме проклятия, кроме грехов и бесов, там ничего нет, поэтому дорожи тем, что есть у тебя, о чем я говорю, друзья мои, в нашей жизни, хотим мы это понимать или нет, но есть такой период, когда мы по разным причинам уходим от Бога, кто-то это делает явно, кто-то тайно, кто-то это делает публично, кто-то это делает внутренне, скрыто, но он удаляется от Бога, друзья мои, сегодня хорошее время проверить свое сердце, проверить свое состояние и сказать, а где я? Сейчас, в данный момент нахожусь, может, стоит переосмыслить что-то в жизни, может, стоит осознать, что Бог ждет, когда мы, как мы поем эту песню, придем к Нему такие, как есть. Друзья мои, к Богу не надо приходить причесанными, к Нему надо приходить с искренним сердцем. Друзья мои, и когда мы уходим, Бог не бросается нам в ноги и не говорит, не делай этого. Бог говорит, это твое право, человек, служить мне или идти своим путем. Но дай Бог нам однажды, сбившись с пути, вернуться назад, однажды, опустив руки, вновь их поднять к небу, однажды, оставив служение, вновь вернуться в служение, однажды, покинув тайную комнату, найти мужество, развернуться и прийти туда. Я знаю, что это непросто, это сложнее, чем в первый раз, но время возвращаться всегда есть у каждого живущего на этой земле. Аминь! Смотрите, что говорит Еремия, 31-я глава, книга пророка Иеремии, 31-я глава. В то время, первый стих, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, и они будут моим народом. Третий, издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, потому простер к тебе благоволение. Друзья мои, Бог знает каждого из нас. Он знает нашу сущность, нашу внутренность. Он знает то, что мы даже боимся озвучить сами себе. Иногда этот страх он заставляет делать нас неоправданные маневры. Но нам нужно понимать, что Бог, Он возлюбил нас любовью вечной. Я кому-то хочу сказать сегодня, друг мой, у Бога не бывает благословения, возможности, шансы только один раз. У Бога по отношению к нам столько милости, и Он дает еще возможность, еще возможность, и еще возможность. Я так рад, что это Бог. Мы отличаемся от Него. у нас иногда заканчивается милость, но у Бога никогда. Пока человек на этой земле, он может одуматься, остепениться и вернуться. Давайте мы посмотрим тоже Иеремея, но восьмую главу. Восьмая глава четвертого стиха. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и совратившись с дороги не возвращаются? Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве, они крепко держатся обмана и не хотят обратиться? Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды, никто не раскается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение, и аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господнего. Друзья мои, давайте мы усвоим один простой урок. Когда в нашей жизни происходят какие-то трагедии, и мы встречаем поражение неудачи, в этом не Бог виноват. Это наша неудача, а любой успех это его удача, его милость. Чтобы вам было понятно, я приведу простой элементарный пример. Не так давно случилось со мной то, что по закону и по принципу моего менталитета со мной не должно было никогда случиться. Я имею вот немецкие такие корни, меня жена всегда называет, ты такой педантичный, педант, а твои сыновьяги педанты педантовичи. И вот у меня все как-то выстроено и в моей жизни не было ни разу, чтобы у меня воровали кошелек. У жены несколько раз. Я всегда говорил, ну как так? Вот так. И кошелек, и мобильник, и все остальное. И вот я приехал в Москву, не так давно на собор, прилетел, мы были с другом, Сергеем, которого вы хорошо знаете, Свистунов, и вот мы спустились в метро уже. Едем до нужной станции, чтобы поселиться в гостинице, вышли из вагона, чтобы перейти на другую линию, слышу, мой портфель стучит. Я открываю и сразу понял, кошелька нет. там все деньги, карточки, все документы, на машину, техпаспорт, все короче там. Я стою и понимаю все. И мой мозг говорит, я сразу представил мою жену, когда я позвонил, она говорит, теперь у меня козырь на всю жизнь, оказывается, и у педанта воруют. Ну, когда я анализировал, ну, сперва скажу концовку, во благо, через пять часов мне вернули кошелек со всеми документами, в Москве, через пять часов, правда, денег не было, деньги все забрали, но все документы остальные были на месте, и карточки все на месте, через пять часов. После этого, конечно, я был благодарен Богу, я вспомнил, что когда я зашел в метро и в вагон, Дух Святой мне сказал, Павлуша, возьми свой дипломатик, портфельчик с плеча и поставь перед собой. А я сказал, что может быть? Бог говорит, ну, посмотрим, что может быть. И было то, чему Бог не хотел, чтобы было. Поэтому все наши потери и неудачи из-за нас, из-за нашего непослушания, из-за нашей невнимательности, потом можно обвинять полицию, воров. Господа, куда он там смотрел? Что, он не мог ему врезать по голове? А Бог тихим голосом нас предупреждает. Вы со мной? Как важно понимать, что Господь, Он никого не будет заставлять Ему подчиняться и слушаться. Он, обращаясь к ученикам, говорит, а вы не хотите? Тоже туда. Куда хотите? Все уже одиннадцать думали, куда пойти. Но Петр спас. Он сказал, ребята, сидеть. Нам идти некуда. Потому что мы не понимаем, но глаголы вечной жизни только у него. Поэтому нужно их понять. Не сейчас, так чуть-чуть попозже. Друзья мои, если тебе что-то непонятно, никогда не хлопай дверью и не уходи. Наберись терпения. А если не хватает, возьми вот этот вот ремень. Пристегни. Скажи, никуда не уйду. Ты говоришь, что сидишь? Не знаю, куда идти. Буду здесь. Пока все не пойму. Аминь. И вот это был опыт моей жизни. И вот здесь Господь обращается и говорит. Они крепко держатся обмана. Почему люди уходят от Господа? Потому что они больше верят лжи, чем правде, чем истине. Почему людям трудно вернуться назад в церковь? Потому что ложь их держит в рабстве. Как я пойду? Как на меня посмотрят? И так далее, и так далее. Друзья, я верю. Мы это переживаем сейчас. Время, когда все, кто отошел, отпал, ушел, будут возвращаться. Мы это пророчествуем. И недавно вернулся один мужчина. Он говорит, я несколько лет прорывался, прорывался. И, наконец, прорывался. Я сегодня говорю каждому из вас. Может, это твои родственники, друзья, знакомые. И они уже ушли из церкви. Начинай пророчествовать. Они уже прорываются. Они уже ищут пути, как вернуться. Но есть много демонических преград. Стыд, страх. И еще много что стоит на пути. И говорит, нет, 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 нет. Не вздумай. Не вздумай. И здесь написано, они крепко держатся обмана. Друзья, время возвращаться домой к Отцу. И здесь Он заявляет, разве люди, упав, не встают? Я хочу задать вам простой вопрос. Кто-нибудь из вас хоть раз падал? А в лужу? И что ты делал? Упал? В луже сидишь? И грязью тебя мажешь. Вот упал, вот в луже. Вот судьба закончилась в луже. Нет. Что мы делаем? Мы быстро заскакиваем, как будто никто не увидел. В интернете много таких роликов, когда люди падают, и раз, как будто ничего не было. Почему люди, упав, встают? Я помню одну историю. А, у нас же прямая трансляция. Ладно, расскажу про мою жену. Нет, давайте сначала про себя, а потом про жену, ладно? Знаете, я помню, это было в моей молодости. Я был с друзьями из церкви в другом городе, в Перми. И после помазанного служения мы идем, отправляемся на место своей ночлежки, и вот идем, разговариваем, а я такой немного вот, ну, такой вот, люблю там говорить, эмоционально. И я иду, и не смотрю вперед. И мы, подходя к остановке, я не знаю, почему мои друзья меня не предупредили, что столб стоит. Я со всего разгона, объясняя им, врезаюсь в этот столб и падаю. У меня первый вопрос, кто мне врезал? Потом слышу такой гул остановки. Знаете, вот когда стукаешь, ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- случилось, может, первый, второй класс, их повели в этот драмтеатр. А у нас в драмтеатре и сейчас, и тогда были большие зеркала. И вот когда был перерыв между, они вышли, ну дети, все побежали. Она говорит, я вышла, вот как здесь, знаете, вот там зеркала, кажется, столько там народу сидит, к ним бы побежать, да и я тоже там. Ломануться бы туда. И вот она, увидев там своих одноклассников, как побежала и прямо в это зеркало. И она говорит, я вдруг очнулась на полу и думаю, а кто это? И учительница подходит, говорит, ты разве не видела, что такое же, такая же обезьяна бежала прямо тебе навстречу? О чем я говорю? Люди, упав, разве не встают? Люди, разочаровавшись, разве не поднимаются и не возвращаются назад? Если ты ехал на машине и сбился с пути, заехал непонятно куда, ты что делаешь? Бросаешь руль, машину и говоришь, ну и все, жизнь не удалась. Нет, ты возвращаешься назад. Друзья мои, мы должны понимать, всегда Бог дает шанс и не раз, и не два, больше. И Он говорит, вернись ко мне. Друзья, я верю, что завершая год, нам нужно осмысливать свою жизнь. Давайте посмотрим одну историю. Исход 34 глава. Исход 34 глава. Я не буду ее всю читать, буквально несколько стихов. Всю историю ты можешь почитать. Я думаю, возможно, ты ее читал не раз, но я хочу обновить в твоей памяти эти события. Исход 34 глава, первый стих. И сказал Господь Моисею, вычеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и взойди ко мне. История, которая предшествовала этому слову, которое Бог сказал Моисею, была следующая. Несколько времени до этого, а если быть точнее, более сорока дней, Бог обратился к Моисею и сказал, Моисей, я хочу, чтобы мы уединились, чтобы ты пришел ко мне на встречу. Нам есть о чем поговорить. Послушайте, друзья мои, не игнорируйте время, проведенное с Богом. У нас есть о чем с Ним поговорить. А если у тебя не о чем, у Него есть о чем с тобой поговорить. Аминь. И вот Моисея, оставляя народ Божий, он не просто их бросил, он поставил старшего и сказал, я пошел к Богу навстречу, а вы здесь продолжайте двигаться в том же направлении. Друзья мои, мы цивилизованные люди, живущие в России. И у нас, как поется велика страна моя родная. Много в ней территории. Для нас должно быть понятно вот это слово. Двигайся в этом направлении. У нас же как? Навигатор? и он говорит, прямо, если ты поехал на Дальний Восток, семь тысяч километров. Иностранцу это скажи. Он скажет, навигатор сломался. Но мы-то понимаем, что до ближайшего там поселка верст так несколько сот. И когда ты едешь, а навигатор молчит, не надо его бить, не надо проклинать, ты что молчишь? Он говорит, я же тебе сказал, через семь тысяч километров повернешь направо. Вот иногда у нас в жизни то же самое. Господь нам сказал, а мы через пять минут, Бог, что молчишь? Что молчишь? Бог говорит, я же тебе сказал. Двигайся в заданном направлении. Ой, что-то я не знаю, уже мое призвание или не мое призвание. Как будто у Бога там с каждым утром настроение меняется. Это у нас меняется. Сегодня хочу, завтра не хочу. Сегодня служу, завтра не служу. А у Бога все стабильно. Вы со мной? Если Бог сказал, нужно двигаться. Двигаться, делать, совершать. Кто-то сказал, я с этим согласен, если ты любишь результат, полюби процесс. Вы знаете, нам нужно не только вот, 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 вот там, на этой вершине, нам нужно понять, что есть долины. А в этих долинах разные случаются, как Писание говорит, приключения странные. Для нас, но не для него. Что нам нужно? Нам нужно неуклонно держаться истины. И вот Моисей ушел, Иисус Навин, и все остальные остались. День его нет. Два нет. Три нет. И уже народ волнуется. А потом прошли 10, 20 дней, 30. Они говорят, что с ним там случилось, ничего не знаем. Никаких сигналов. Хоть бы камень кинул, что жив там. Хоть бы какой-то знак ракетницу выпустил, чтобы мы знали, жив. Молчит. Они к Иисусу походят на вину, и говорят, слушай, с этим вождем что-то случилось. И вообще вернется он, не вернется. Он и так был странный. А сейчас вообще ушел, ничего себе покушать не взял. Вообще шансов, что он вернется, нет. Поэтому сделай нам Бога. Вы знаете, сразу вопрос. Неужели у людей такая короткая память? Вы знаете, иногда ты потрясен до глубины души. Видишь в жизни столько было чудес, столько Божьей славы. И так быстро забывается. то одно то, что было в Египте, можно было этим жить все остальное время. Уже не говоря о том, что когда они шли по пустыне, у них обувь не снашивалась 40 лет. Я понимаю, прекрасная половина человечества с этим не согласна. Но мужчинам как-то проще. Аминь? Кто-то меня понимает. Когда имеешь дочерей, сложно их понять. Говорит, папа, одеть нечего. Ты открываешь гардероб, а там на тебя все. О! А это что? А это уже не с чем надеть. И вот так быстро забывается все благословение. Иисус с нами идет на поводу. Он делает экстренное пожертвование. Ой, не буду в эту область идти. Потому что иногда мы на своих идолов щедры. А когда вопрос даяния Господу, мы очень разумные. Мы так все взвешиваем. Там такое было пожертвование, что золотого идола вылили А в это время где-то там на высоте идет разговор человека с Богом. Бог с ним беседует. Вы просто представьте. Сорок дней он не ел и не пил. Физически это невозможно выдержать. Еще ладно не есть, но не пить шансов выжить нет. А он в здравии. Вы знаете, это какая-то сверхъестественная способность, когда организм вошел в такую фазу, что он не расходовал весь этот запас. ну как медведь попадает в берлогу, ему лапы хватает на всю зиму. И там, вы знаете, это Бог, Он может все сделать. И этот разговор длился. И после этого Бог говорит, результат нашей встречи он должен быть не только эмоционален, но информативен. Вот запомни это в жизни. Кроме эмоций, которые важны и нужны, Бог хочет что-то говорить в твою жизнь. Давать слово, давать какое-то послание, откровение, не только эмоции. И Бог взял и на каменной скале написал десять заповедей. Это вообще было так драматично, так сверхъестественно. И Бог вырезал эти скрижали и дал Моисею. И вот Моисей уже окреленный, с потрясающими откровениями, готов вернуться назад. А Бог ему говорит поспеши, потому что там внизу тебя уже никто не ждет. Ты уже там особо-то никому не нужен. тем более со своими скрижалями. Вы знаете, самое печальное, я думаю, кто-то меня поймет, когда ты приходишь на домашнюю группу, или будучи лидером структуры, или пастором церкви, ты приходишь с откровением, которое ты получил на горе, в этой тайной комнате, и ты приходишь с этим откровением, вдруг понимаешь, оно никому не нужно, твое откровение. Люди так смотрят, но мы с нами знаем, как жить. у нас в общем-то уже свой Бог. У нас уже свое понимание, как нам поступать, куда жертвовать, и что делать. И Бог говорит Моисею, поспеши. Вы знаете, Моисей не мог поверить. Ему было трудно это осмыслить, что там внизу уже все забыли чудеса, славу, величие всемогущего Бога. Ему было трудно в это поверить. И Он взял эти две скрижали и спускается вниз. Вы знаете, внутри какое-то странное чувство. С одной стороны, ты понимаешь, это Бог сказал, это Его послание Его народу. Оно так нужно, чтобы как-то вот откорректировать мышление, жизнь, поступки этого народа. и вот Он спускается, а у подножья горы все эти сорок дней был один из Его помощников Иисус Навин. Ой, так или нет? Арон, Арон, извиняюсь, вот да-да, Иисус Навин был там. Арон и Он ждет Его. И когда Он подходит, Он говорит, там встанье какой-то крик. Уже вот несколько дней видно враги напали, видно опасность. И Моисей вдруг понимает, Бог сказал правду. Он говорит, нет, это не крик войны. Это не крик побеждающих и поражаемых. Нет, это не тот крик. И когда они спустились и подошли к стану, они увидели ужасную картину. Стоит идол и стукан. Люди развратились, никто уже его не ждет. И он берет эти каменные скрижали и просто их в требезки разбивает. Вдруг он понимает, а никому это и даром не нужно. И вы знаете, что было дальше. И после этого кажется, жизнь остановилась. Что делать дальше? Скрижали разбиты. Заповеди отвергнуты. Бог отвернулся. Поражение. Столько людей было просто убито в этот момент. Но Бог не изменился. Он говорит Моисея. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Сейчас приготовься. Ты опять должен пойти на гору. Но сегодня вечером и до утра тебе нужно своими руками сделать две каменных скрижали. Друзья мои, Бог восстанавливает разбитые скрижали. Бог возвращает тех, кто оступился. Друзья, сегодня возможно кому-то, кто может слышит меня сейчас сидя дома. Пришло время вернуться назад к Господу в церковь. Пришло время подняться и сказать я возвращаюсь. Да, может придется усилий приложить больше. Когда Моисей пошел первый раз, он пошел налегке. Но второй раз он держал две скрижали, которые он сделал за одну ночь. Ему нужно было их вытесать своими руками. Может быть, за ночь его руки были сбиты в кровь. Но он твердил себе я восстановлю то, что было разрушено. обвинял ли Бог Моисея в том, что он разбил скрижали? Нет. Он говорил просто сейчас иди и сам их сделай. что Судил ли Бог Петра за то, что он отрекся и ушел? нет. Он ему задал один вопрос. Симон, сын Ионин, ты меня все еще любишь? Вопрос служения, вопрос посвящения это вопрос выбора, это вопрос твоей любви к нему. если ты любишь, ты будешь тесать эти скрижали, ты будешь восстанавливать то, что было разрушено. Может, кому-то из нас нужно вернуться в свое призвание. Были разные обстоятельства. ты встретил критику и тебе ударили по рукам и ты сказал, ну и все. Сегодня Бог хочет, чтобы ты вернулся в свое призвание. Для кого-то может пришло время вернуться в тайную комнату, которую ты когда-то покинул и закрыл дверь. Да, может, нелегко, со скрипом, но эта дверь должна открыться. Когда-то ты туда влетел на всех парусах, налегке. Сегодня может, тебе придется прорваться через свой интеллект, через страх, но возвращайся. Бог не поменялся. Он тот же самый. Он не меняет свое отношение к человеку. Мы прочитали, что Бог любовью вечной возлюбил нас. Эта любовь не заканчивается. Даже тогда, когда мы разворачиваемся и уходим. Бог говорит, время возвращаться. Время восстановить скрижали. Время вновь прийти. И Бог заново берет и пишет то же самое. Да не будет у тебя других богов. Не поклоняйся им, не служи им, не прелюбодействуй, не кради и так далее. Бог ничего нового не придумал. И уже после того, когда еще очередных сорок дней прошли там на горе, Моисей спускался с горы. И он эти скрижали прижал к себе и сказал, нет, теперь я никому не позволю их разбить. Потому что я вложил туда уже свое. Я знаю цену этого благословения, этой победы, этой высоты. Я кому-то говорю сегодня, не сдавайся. На той высоте, где ты находишься, не опускай руки, не махни и не скажи, ай, все надоело. Прижми еще ближе откровение Божье и скажи, нет, я выживу, я пройду, я смогу прорваться, я покорю эту очередную высоту. Бог мне помощник скорый. Отец, мы поклоняемся Тебе. Склони свою голову. Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благость, за Твою любовь, которая превыше всего. Бог, я молюсь сегодня, пусть в жизни тех людей, кто по разным причинам ушел от Тебя из церкви возвратиться. Я говорю, время вернуться сыновьям и дочерям. Время возвращаться. Отец Тебя ждет. Он уже стол накрыл, он уже приготовил, музыканты уже настраивают инструменты. место готово. Не верь лжи дьявола, что Бог поменял отношение к Тебе. Это неправда. Бог не перестал Тебя ценить, любить. Его жертва она не стала бесценной. Она имеет ту же силу и ту же цену. Пришло время вернуться. Если по каким-то причинам Ты оставил свое служение, призвание, пришло время вернуться, может придется приложить усилия, как Моисей, сделать две скрижали. Но как говорится, когда мы выложились, мы это больше ценим, чем то, что мы получаем даром. Возьми это, подними вновь и скажи, я возвращаюсь. может в твоей жизни наступил этап духовного кризиса, и ты уже забыла или забыл, когда последний раз в тайной комнате ты пребывала с Ним, это время сказать, я возвращаюсь. Я возвращаюсь. Бог ждал Моисея на горе. И когда он вернулся, он его не упрекал за разбитые скрижали. Он не пытался ему что-то объяснять. Он говорит, давай продолжим. наш разговор. Я вновь напишу свои письмена. И Моисей получил вновь скрижали, где перстом Божьим было написано. и он сошел к народу. И эти скрижали после этого события охраняли, ими дорожили. Они были в ковчеге, как свидетельство того, что Бог заключил завет с этим народом. всемогущий Бог, я молю Тебя, пусть сегодня произойдет переоценка всех наших ценностей, потому что есть то, что временно, но есть то, что вечно. Дай нам не продешевить в своей жизни. Я молюсь об этом, Господь, во имя Иисуса Христа. Друзья мои, помните, наш Бог, это Бог многомилостивый и человеколюбивый. Наш Бог, Бог вторых скрижалей. Он дает шанс подняться, вернуться, восстановиться. Друзья, если ты что-то дел и по каким-то причинам, оправданным или не оправданным, ты перестал делать, но ты знаешь, что за этим стоит Бог. Вернись, как сказано в Откровении, я знаю твои дела. Я сегодня хочу, чтобы ты понимал, Бог знает каждого из нас. Мы не знаем друг о друге и многого не знаем, но Он знает все. Он знает, как ты думаешь, как ты мыслишь, какие идеи зарождаются внутри тебя, тем более твою жизнь и поступки. И Он говорит, ты много переносил, ты много трудился, но есть одно, ты оставил первую любовь. И Он Ему не говорит, шансов нет. Он говорит, вспомни, вспомни эту встречу, вспомни тот день, то место и вернись. Вернись. Обнови это со мной и продолжай путь дальше. Вернись.